здравствуйте дорогие друзья с вами татьяна башмакова канал ваша дача и сегодня я вам покажу как по моему мнению наилучшим способом посеять ливиный зел дело в том что сейчас пакетики ливиного зела в основном фасуют по 10 штучек и даже гибриды вот гибрид твиния в этом году купила гибрид такой новый античность и сортовые даже львиные зевы вот снеппи по 10 штучек без гранулы поэтому очень сложно все семечки увидеть и получить стопроцентную схожесть хотя всхожесть ливиного зела обычно хорошая но все же для начала до того как я приступлю к посеву хотелось бы остановиться на тех сортах которые я буду выращивать в этом сезоне в этом году у меня три сорта среднерослых вот такие вот которых семян много здесь 0102 грамма все семена даже сеять не надо это очень много 40 50 сантиметров высота в такие рябчики посмотрим что вырастет львиный зев тоже среднего роста хотя 30 сантиметров больше даже можно сказать что у низкорослый необычный раскрытый цветок хочу попробовать к ней но все равно я люблю больше когда он с собачками посмотрим что выйдет и остальные сорта низкорослые ленингин снеппи кем оси я выращивала кем оси здесь на пакетике написано 15 сантиметров у меня выросли они сантиметров 30 мощнейшие кусты самый мощный львиный зев который выращивала вообще низкорослый очень понравился вот такие вот называется просто карликовой назвали желтый и белый и специально желтый и белый купила твине твине розовый я уже выращивала очень мне понравился твине он махровый вот хочу сравнить чем отличаются махровый и вот такой львиный зев именно насколько пышность роста у них будет разная и твине будет у меня смесь твине стал моим любимчиком обращайте внимание что сейчас много не гибридов если вот античность написано что это гибрид твине гибрид токи моси написано что это сорт можно собрать тысячу семян самому свой посев семян я делаю 3 февраля эти львиные зевы которые я сегодня высеваю я буду пикировать поэтому сею их немножко гуще посев семян которые вы будете делать без пикировки что обычно более выгодно и я буду тоже делать основные сорта позже делается точно так же это все относится этот посев к семенам которых мало те которые идут насыпом некоторые пакетики по 0 1 грамму как я вам уже показывала не обязательно сеять каждую семечку в отдельности если вы будете сеять львиный зев без пикировки вы можете выбрать тоже как и я вот сегодня выбрала ячейки по 100 миллилитров но в эти ячейки я располагаю 5 семян а вы располагаете 2 максимум 3 семечки тогда легко можно будет разделить и каждый кустик будет расти в отдельности можно сеять и в контейнеры совершенно необязательно сети в ячейки но тоже учитывайте что если вы сеете без пикировки семечки должны быть на расстоянии друг от дружки два с половиной три сантиметра чтобы потом легко их можно было разделить и посадить по одному кустику если вы посадите ближе то можно будет высаживать по два кустика но такие дорогие сорта и гибриды хочется все-таки высадить по одному кустику чтобы получить максимум большую полянку львиного зева для львиного зева не подходит чисто универсальный грунт поэтому я беру треть песка это единственный цветок которому я беру максимальное количество песка и не смешиваю с универсальным грунтом это для него идеально ячейки я наполнила не полностью потому что буду дальше пикировать если вы собираетесь оставлять львиный зев до высадки в ячейках или в контейнере набирайте грунта чуть больше львиный сев несмотря на то что сверху растения не велики развивает хорошую мощную корневую систему и приступаем к посеву прежде всего я делаю ямочки для каждой семечки после того как ямочки сделаны я увлажняю грунт грунт у меня вначале слегка влажный и дальше я его увлажняю и посыпаю ямочку сухим песком и песок до посева не увлажняю первая важная часть это как добыть семена дело в том что эти пакетики в которых внутренние в которых упакованы семена они сильно электризуются и я для этого вот выбрала деревянная у меня такая есть подставочка именно в деревянную подставочку их высыпать электризуется пакетик обычно электризуется мисочка вам или крышечка в которой я использовала куда кладешь семена и семена отскакивает мы их просто теряем такие они крохотные очень удобно оказалось в деревянной емкости но когда достаем надо смотреть высоко не поднимать и вплоть до того что пальчиком чистыми руками каждую семечку добывать дальше как и обычно зубочисткой мы берем не сильно мокрой зубочисткой и раскладываем на раскладываем на песок по одной семечке и внимательно смотрим осталось ли там семечка если вдруг что-то черненькое остается на кончике зубочистки проверяем и стряхиваем чтобы таким образом мы видим все семена которые мы берем и которые оставляем ячейки очень удобно конечно камера не покажет точно семена но их хорошо видно и таким образом мы не потеряем ни единые семечки а дальше конечно как обычно надо спрыснуть контейнер еще раз водой и накрыть пленочкой или крышкой не обязательно львиный зев накрывать высоким укрытием дело в том что как только взойдут сенцы надо убирать укрытие так как львиный зев очень склонен черной ножки раньше я ставила контейнеры в очень прохладное место то современные сорта они не выдержит прохлада и холод могут их убить чтобы не потерять сеянцы я использую бедный грунт как я вам уже сказала треть песка и быстрое открытие жду когда все зайдут обычно через пять дней можно подождать неделю просто приоткрывая проветривая и дальше убираем укрытие и тогда ваши сеянцы и не подтянутся сильно и конечно же яркий свет и яркий свет это очень важно поэтому с первого дня ставим контейнер на свету если у вас есть возможность досвечивайте если нет то готовьтесь тому что у сеянцы будут на длинных ножках но это не так страшно это потом после высадки все поправится вот такой посев принципе не сложный но таким образом вы можете уберечь все до единой семечки я всем желаю хорошего результата хорошие схожести и оставайтесь нашим каналом будем выращивать вместе до новых встреч